Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Тематичная встреча в установке «Аховы здоровья» стала протягом работы белорусских парламентарей у регионе по оберковании проекта «Змянение и дополнение Конституции Беларуси». Головный принцип таких встреч не только доведение актуальной информации, но и выучение оберкования граждан по конституционных перебудованиях в нашей стране, по доходах до формирования проекта основного закона республики, в складе Конституционной комиссии и иначе. Усягученные конструктивные пропоновы у проекта Головного закона республики будут накерованы у Национальный центр правовой информации. У проекте обновленной Конституции каждый белорус повинен заразуметь и оценить Головное держава по ранейшему застаётся социально ориентованной. Основным приоритетом з'являются интересы грамадянина. Такую думку выказал депутат Палаты представников национального схода Павел Михалюк. Вельми важно, что проект не только продуглеживает проемность дзеючей Конституции, а ле измящая шарах актуальных новелл. Кожный, кому не обыяковый лёс краины, може и повинен принять самое актуное удел о обмерковании проекта изменения и дополнениях основного закона, отзначил депутат. С момента опубликования проекта Конституции в сети интернет и в средствах массовой информации вся вертикаль власти, также депутатский корпус и сенаторы, они подключились к обсуждению данного проекта, и мы непосредственно уже работаем с населением на местах в своих округах. Стоит отметить достаточно высокий интерес к Конституции среди населения, но в силу определенных обстоятельств кто-то ещё, наверное, её не изучил, поэтому наши встречи носят такой достаточно интересный характер, где не только просто слушают, когда мы объясняем, какие же новеллы в этой Конституции включены, но люди предлагают какие-то свои варианты тех либо иных пунктов Конституции. Но они не носят концептуальный характер, это такие небольшие, может быть, мысли по поводу формулировки определенных предложений либо тезисов. А новый проект Конституции, он несёт всё те же социальные посылы, которые были в старом проекте, что немаловажно для нашего населения, которое подчёркивает, что социальные обязательства государства перед гражданином, который стоит во главе интересов государства, они остаются неизменными, может быть, даже в некотором смысле и более усиливаются определенными положениями. Что касается Всебелорусского народного собрания, то действительно, получив свой уже юридически оформленный статус, как новый орган управления в нашей стране, считаю, что он действительно будет формироваться на демократических принципах, потому что туда будут входить не только все органы власти, но также представители гражданского общества, общественных объединений и политических партий, что даст им возможность, в свою очередь, также принимать участие в законодательной деятельности, потому что Всебелорусское народное собрание, оно будет иметь право законодательной инициативы, что существенно расширит гражданские округи участия в законодательном творчестве. В новом проекте Конституции Республика Беларусь, она декларирует тот факт, что агрессия не будет идти с нашей территории, то есть заменяется термин стремления к нейтралитету на термин невозможности военной агрессии с нашей территории. С учетом того, что мы развиваем атомную энергетику, конечно же, и такие моменты также были отражены в новом проекте Конституции, о том, что Беларусь развивает мирный атом, что подразумевает под собой неиспользование ее в военных целях. Неподдельный интерес вызывает у людей тот факт, когда мы озвучиваем, что в Конституции, помимо обязанностей государства перед гражданами, есть еще и обязанности граждан перед государством. Это такие обязанности, как беречь свое здоровье, обязанность участвовать гражданина в развитии нашего общества, то есть носить свой посильный вклад в развитие Республики Беларусь. Конечно, это само собой понятно, но оно сегодня нашло отражение в проекте Конституции, что, в принципе, должно сподвигать людей действительно своим посильным трудом помогать в развитии Беларуси. Над новым проектом Конституции работали достаточно продолжительное время, и еще до опубликования в сети интернет-проекта проводилось огромное количество диалоговых площадок, встреч с населением, где собирались предложения, видения людей, и все это было саккумулировано, проработано Конституционной комиссией, которая несколько раз выносила проект на обсуждение с главой государства. В итоге мы видим уже итог, итоговый документ, который еще раз стоило бы подчеркнуть, еще раз предоставляют населению для ознакомления с целью одобрения, либо внесения еще каких-либо дополнительных предложений, если таковы будут последующим. Поэтому до конца февраля, когда будет объявлена дата референдума, у граждан есть возможность во время встречи с представителями власти, с депутатским корпусом, обсудить все эти новеллы и внести предложения, если таковы и последуют. Уход исторической памяти, яким у Беларуси объявлены в 2022-е, пройдет под знаком захований героичной спадшины и правды про все периоды життя беларусского народа. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Павод для слова у керувника державы, необходимо систематизовать исторические доследования, мемориальные комплексы, вызначить на перспективу даты, падеи и особ, яке требу увековечить, унести коррективы у работы по патриотичным выховании детей и молоди, запорой на факты героичных подвигов протков. На даденый момент на Хродзенщиньяке по всей краине ведется работа по распроцовуце и затвердженне планы мероприемства по проведению года исторической памяти. 2022 год объявлен главой государства годом исторической памяти. Это абсолютно верно. Все годы, прошедшие после Великой Отечественной войны, мы встречались с ветеранами, встречались с живыми очевидцами той страшной войны. На сегодняшний день их с каждым годом становится меньше. И память, так уж устроена человеческая память, она стирает страшные моменты и помнит только хорошее. Но не зная прошлого, не построишь будущего. Это закон жизни. Поэтому сейчас, когда мы видим, насколько хочется переписаться истории некоторыми западными политиками и государственными деятелями, насколько переписывается история не только Великой Отечественной войны. И, конечно, нельзя допустить повторения этой войны. Если мы не будем помнить то, что было, оно опять вернется. Недаром в Германии на сегодняшний день опять создается фашистский батальон. Ведь что было в Великую Отечественную войну? Убивали по национальному признаку. Вот мой дедушка, ныне покойный, к сожалению, ветеран-инвалид войны, он в 17 лет ушел на войну, потому что его мать и пять деток, младшему из которых было пять лет, убили фашиста, расстреляли. А расстрел деток в детских домах, а сожженная деревня, более пяти тысяч деревень сожжено в нашей стране. Наш солдат, русский, скажем так, советский солдат Советского Союза, он не обидел ни одного ребенка. Это я знаю абсолютно верно. Мне дедушка рассказывал про войну. И достаточно много. Поэтому наша задача сегодня сохранить мир в нашей стране. Для этого, в том числе и в Конституцию, внести на определенное дополнение, изменение о том, что долг каждого гражданина сохранять историческую память. Долг каждого гражданина быть патриотом нашей страны. То есть любить эту родину. Я, когда училась в школе, хорошо помню, что у нас так как бы было. Раньше думая о родине, а потом о себе. Первым делом самолеты, а все остальное частная жизнь потом. И вот с этой мыслью, мне кажется, мы должны сейчас говорить с нашей молодежью, с нашими детьми, в том числе, которые не имеют возможности общаться сегодня с ветеранами войны, которых осталось считанной единицей. И история, конечно, Великой Отечественной войны уходит в память. Я еще хочу вспомнить, как много лет назад я была в Иерусалиме, и мы посещали музей еврейского гетто. И вот хочу сказать, что когда попадаешь в музей детского гетто, и там от одной свечи в осколках зеркал отражается столько отражений огоньков, сколько погибло еврейских детей, и при этом читаются фамилии. Там Катенька Иванова, один годик. То мурашки идут по коже у всех. И так уж получилось, что мы, белорусская группа, попали в этот музей гетто вместе с немецкой группой. Так вот, немецкие женщины на третьей фамилии ребенка умершего, погибшего, убитого фашистами, они стали на колени и просили прощения. Сейчас, к сожалению, они забывают о том, что наделали их предки. Понятно, сын за отца не в ответе, но помнить надо. Помнить для того, чтобы не повторилось. Жахару областного центра призначено пока ранее 6 годов по збавлению воли за узбуджение социальной ворожести и заклики до организации массовых беспарадков. 32-годовому мужчине, який недень не працует, призначено пока ранее за отбыванием у поправчей колонии в умовах узмоцненных режиму. Сгодны с материалами справы обвиновачены у жниў неверасні 2020 года змытый узбуджение социальной ворожести и по прикметі іншей социальной приналежности разместил у мессенджеры Телеграм заклики до гвалтовных деянеў у дачаняне да права хоўцов. У жниўне 2021-го змытый подрыхтовки до организации массовых беспарадков закликаў корыстальнікаў интернет да падпалаў изнищэння киёсков с тытунёвыми вырабами. Апроч таго закликаў прыняць ў дел у несанкціонованым массовым мероприемстве на тарытореі Гродна. Віну ў инкримінованых дейнях обвиновачены не признаў, разам с тым віна ў полным абьёме падтверджена прадоставленными доказами. Судовая калегія па крымінальных справах Родзінскага обласнога суда пастанавіла абвиновавчы прыгавор. Двух электрабраканьєраў затрымали ў Новогрудзким районе. У мясцовых жахараў Звёздкі Брольнікі конфисковали самаробныя прылады, прызначаные глушыць рыбу токам. Мужчыны и жанчыны, які жывуць на беразі ракі, былі затрыманы, як кажуть, на гарачам, калі падключалі правады электроустановкі да розэткі 220 вольт. Сотрудниками Новогрудзкой межрайонной инспекції охраны животного растительного мира были задержаны два браконьера на реке Воловка вблизи деревни Брольнікі Новогрудзкого района, которые осуществляли незаконную добычу рыбы с использованием запрещенного орудия. Для этих целей они с собой взяли сачок, железный пруд и провод на катушке. В дальнейшем электролавильная установка кустарного изготовления была изъята следственно-оперативной групой. По данному факту Новогрудзким РОСК решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Як рассказали у областной инспекції оховы живельного и рослинного свету, на Гродяжчине электробраконьеры затрымали у першиню за некольких годов. Такі способ лову специалисты называють одним з самых варварских. Радеус дейня забойной снасти більше за 10 метров. До 70% у рыб і інших водних насельников у епицентра дейня электроразраду калі не гинуть, то отрымливують калецтвы. Ця перезатрыманных браконьеру провяраюць на дачинене до аналогичных злочинств у мушчине і жанчине, пагражая до трох гадо пазбаўлення волі. Електролавильные установки наносят колоссальный урон природе, поэтому коэффициент определяется пятикратный. Итоговая сумма предъявляется к выплате нарушителям, и незаконный улов становится для них поистине золотым. Те, кто берет в руки электроудочку, прекрасно осведомлены, чем это может закончиться. Государственная инспекция охраны животного растительного мира при президенте Республики Беларусь неоднократно информирует о таких нарушениях и их последствиях в средствах массовой информации. Новогоднія мара сбываюцца, и их ажиття уленню допамагаюць цудоўные ёлкі жаданні у рамках добрачыных хранішніка у сустрэч, иниціаторам провядзенья яких выступаў Беларуская товарыство Червонага Крыжа. Так, у Дзённым центры Червонага Крыжа для дятей презентовалі спектакль новогоднію історую про краде шмеха с подарунками от Деда Мороза. Галуныя героі казачныя пастануўкі Снягурка Баба Яга і яе унучка Ягуння. Червоная шапачка ваўк і не толькі актёры тутэйшага непрофісіўнага, але вельмі запатрабаванага анры театра. Ёндзінічаўось ўсё на працягу шасті годы аб'ядновывая сім'я, які наведваюць Дзённый центр. Тарычагыта адзіная падобная ўстанова ў Республіцы, де оказывается постоянная палеоўтунная допомога дитям с обмежаваннями, а так само психо-социальна подтрымка семьям. Мы ўже все тут не просто как театр, мы как одна большая дружная семья. Когда-то нам, для нас устраивали праздники, ставили постановки, а сейчас мы радуем детей и своих зрителей, ставим для них постановки, устраиваем праздники. И скажу я, что праздники устраивать тоже гораздо интереснее, даже чем смотреть. Шчары эмоции у дельника у постановки целком компенсовали недохоб профессийных асценичных майстерства. Казачный спектакль трымаўся по-сямейному тёплым и весёлым. А подарунки, які трымали дедки, а не каторым их доставить до дому, безсумнёву порадовали у дельника у свята. Сюрпрызы до речи были подрахтованы з уліком пожадання у батьков, консультацией экспертов и различаны на реабилитацию и абилитацию дятей с обмежаваннями. Мы завершаем нашу республиканскую акцию «Ёлка желаний». Она проходит по всей Беларуси, во всех регионах, без исключения, в том числе и в городе Гродно. Мы привезли из нашего центрального офиса подарки для наших деток, у которых есть проблемы со здоровьем, с опорно-двигательным аппаратом. Мы привезли специальные подушечки, подголовники и такие подпяточники, наполненные гречкой, для того, чтобы те детки, у которых есть проблемы со здоровьем, они могли себя комфортно чувствовать. Это, на самом деле, с медицинской точки зрения очень нужная вещь. Профилактика пролежней, ну и вообще очень хорошо стимулирует нашу систему организма. Поэтому вот эти вот подарки, 40 подарков, мы сегодня от Красного Креста будем выручать деткам, которые находятся в этом центре. Порядка тысячи подарков нам удалось собрать по Городинской области, хотя мы ставили себе задачу собрать 900, но вот благодаря нашим партнерам, доброжелательным людям в Городинской области мы повысили эту планку. Порядка 700 детей уже получили подарки, на этой неделе вот еще около 300 детей их получат. Порядка 30 предприятий и учреждений откликнулось на наш призыв и установили у себя на предприятиях, в учреждениях такие елки, где непосредственно сотрудники приносили вот эти самые подарки, о которых дети заявляли в своих открытках по желанию Дедушки Морозу. А вообще по Городинской области 146 елок стояло. На Городинщине подчас зимовых каникул у лагерах с дзенным прабыванием отпочели больше за 4000 школьников. Поведомили у областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортным лечением насильництва. У каникулярный период на базе установы адукации и специализованных спортивных школ были организованы 164 такие лагеры. Праца оздоровленших басу в области была организована на термин от 6 до 8 дн. Программа знаходжения включала самые розные мероприемства, головное место, у яких заняла Республиканская новогодняя доброченная акция «Наши дети». Школьников учакали ранешники и программы с уделом головных героев новогодних святов Деда Мороза и Снягурки, зимовые забавы с поборниц и конкурсы с подарунками и сюрпризами. Уже мы сегодня занимаемся подготовкой как стационарных баз к будущему летнему оздоровительному сезону. Уже запланированы средства областного бюджета на подготовку этих баз. Они рассчитаны в объеме полмиллиона белорусских рублей на все наши 23 базы. Но цифры, которые мы планируем на сегодняшний день собираемся значительно увеличить. Если у нас все получится, я имею в виду те объективные причины уйдут, пандемия, то в будущем году мы планируем оздоровить до 60 тысяч детей. Школьники и наученцы при нем они усяху 910 человек проходят первые испыты в рамках областного этапа Республиканской Олимпиады по 18 вычебных предметах. Процедунику у всех районов в области Прымая Гродная и город сподорожник Скидель, где проходят испыт по белорусской мове и литературы на базе мясцовой установы профессийной адукации. Олимпиадные задания распроцованы Республиканским институтом контроля веда, и они проходят по принципу централизованного тестирования. После всех туров оригиналы работ будут доставлены в этот институт для заховывания. Как подкресливается, областная олимпиада организована зуликом усих рекомендаций по организации адукацийных процессов в умовах распоусюдживания COVID-19. Усе удельники испытываются обеспеченные аховными масками. Выконана рассадка на дистанции не меньше за полтора метра один от одного. Найбольшую колькость удельников собрали олимпиады по замежных мовах, математицы и информатицы, истории и громадознаустве, химии, биологии и физицы. Выники третьего этапа республиканских испытов будут подведены 14-го студене. Переможцы областного тура представить регион на заключном этапе республиканской олимпиады по учебных предметах, которые пройдут подчас весновых каникул с 28-го саковика по 1-е красавика. И на этом наш выпуск завершен. Усяго доброго! Редактор субтитров А.Семкин 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 Субтитры делал DimaTorzok io. Субтитры делал DimaTorzok У районних центрах найхолодні 12-го студеня було у Волковиску у 1950-м годі. Слупок термометра опустівся до 38,2 градусів морозу. Найцеплею гадий день було там же у Волковиску у 1968-м годі. Було зафіксовано 7,9 градусів тепла. Геомагнітная ситуація у Сєру до 12-го студеня буде довольна сприяльна. Сонечная актівність не перевысить у зровні невіаліких геомагнітних хваляваннях. У заход Сонца у 9 годин 36 хвілін, заход у 17.30. Светлавы дзеню правнанні за уторком повіалічіться на 2 хвіліны. І складі 7 годин 54 хвіліны. По місяцовам каліндары – молодий місяць. А докладні 12-го студеня у 11 годин 58 хвілін почнеться 11-й день місяцового циклу. Середа будзе позитивна і енергетично насычена. А життявління любых планов і проектов проведе до пожаданного выніку з найменшій затратой сил. День сприяльна до кропатливой роботи, яка підтрабує сурьознага і удумливого підходу. Абсолютно усе на прамкі дземністі будуть паспраховамі. Добро будуть прасовувацца в учоба, повышанні кваліфікацій і самоадукацій. А крімя таго, день сприяльний для довгих падарожів. У середу 12-го студені православний календар ушановуває пам'ят святой Анисі. На яго звычайно чакалі моцных морозов. У вогулі панадворі ўсяго місяцца студені меркавалі пра целый год. Наприклад, студені пагодны будзе год плодны. Калі студені інглісты – мокрый год. Калі халодны – позднія вясна і халоднае лєта. Калі у студені дажджі, добра не жджі. Студені мог прагнозаваць не толькай весь год, а які не будь адзін месець. Наприклад, як студен тёплый налік, дык завідний сакарік. Студен мяті – ліпінь зав'є. По православному календарі 12-го студені іменіны у Анисі, Антона, Ірни, Льва, Макара, Мары і Якуба. У Каталікоу День Аньола отзначають Антон, Бенедікт, Ернест, Маргарита і Татьяна.